Во-вторых, эта фраза странно звучит, потому что, в общем, неизвестно импрессионистом или не импрессионистом. Да, о этом специально буду говорить. Если импрессионист, то периферийно. Я уже возвращался к этому сюжету неоднократно, я просто не помню, что само понятие импрессионизма расплывчато, и есть две крайности в трактовке этого термина. Одна крайность такова, что все, кто выступали на выставках импрессионистов, те импрессионисты. Вот было восемь выставок, вот все, кто там участвовали, еще обозвали импрессионистами, но так и импрессионисты есть. Второй подход более суровый, и, я бы сказал, содержательный. По этому принципу можно считать импрессионистами тех, кто исповедовал, скажем так, доктрину импрессионизма, кто пользовался импрессионистической техникой, вот этой техникой раздельных мазочков, создающих вибрирующую знаменитую импрессионистическую поверхность картины. Вот, кто писал чистыми цветами, кто испытывал этот метод прежде всего под открытым небом, принцип пленера, то есть чистого воздуха, не в мастерской, а вот так, как на самом деле есть. Ну и следующие за этим еще идеи, которые составляют, как бы, самое зерно, самое, что ни на есть, ядро импрессионизма. И мы говорили о классиках этого движения, которые свято исповедовали эти правила. Клод Моне может служить в этом смысле эталоном импрессионизма. Так вот, человек, о котором я сегодня буду говорить, ничего этого не делал. Но выставлялся. И если его что-то роднит с импрессионизмом, я попробую это показать, то не главные живописные принципы, а какие-то другие, скорее, периферийные моменты. Этого художника звали Эдгард Дега. Вот он. К портрету добавлю, чтобы он был невысокого роста. Невысокого. Да, спасибо. И в отличие от других мастеров этого направления, Дега был аристократом. Из очень хорошей аристократической семьи. Он вообще был поначалу Дега. Отдельности. Но демократические настроения сороковых годов подействовали на молодого человека так, что он растерянное написание заменил на сплошное. И стал Дега. Д с большой буквы и одним словом. Таким мы его и знаем. Но вообще он происходил из состоятельной аристократической семьи, аристократической и в то же время буржуазной. Его папа принадлежал к знатной фамилии. И эмигрировал, бежал, собственно, из Франции, Виталию, Ниапой во время революции, потому что полагал не без оснований, что у него могут быть большие неприятности. А с другой стороны, он заведовал там филиалом французского банка. То есть был уже буржуа. Но так или иначе, в отличие от многих других художников, которые бедствовали с самого начала, Дега был из состоятельной семьи и не знал, во всяком случае поначалу, не знал никаких финансовых забот. То, что папа не хотел, чтобы он стал юристом, ну, это, как известно, стандартная роль отца художника. Это всегда так бывает. Но надо сказать, что на этот раз отец был достаточно либерален и, увидев, что никакой склонности у юношек юриспруденции не наблюдается, хочет рисовать, пускай рисует. И вот так Дега оказывается в Париже, уже наполовину сиротой, да он, собственно, там и родился. Он потерял мать в 13 лет. Он оказывается в Париже и отправляется учиться к художнику, который сегодня в общем заход. Но художник был не только грамотный, но еще и замечательный тем, что на него падал отблеск великого Энгра, чьим учеником он был. Причем он не просто был учеником Энгра, но он поддерживал с ним, с великим старцем, он поддерживал дружеские отношения, и так Дега удалось встретиться, даже будучи учеником еще в этом доме, встретиться с самим Энгром, которому он всю жизнь поклонялся. Странно, конечно, что художник, молодой художник, который будет принадлежать к группе революционеров в искусстве, что он всю жизнь молился на этого великого мастера, который был вместе с тем великим столпом уходящего и вообще ушедшего классицизма. То есть того, против чего импрессионисты восставали всеми силами. Но мы сейчас увидим, как Энгровское начало сохранилось, тайно внутри сохранилось в творчестве Дега. Начало, собственно, творческой карьеры его... Есть на что сесть? Совсем нету, Господи. Так вот, начало творческой, собственно, художественной карьеры Дега и обещало нечто новое, и не обещало, потому что его первые ранние картины это картины исторического жанра. Странная вещь, картины исторического жанра писали Академию. Уже Курбе заявил на всю Францию, если не на весь мир, что реализм и исторические картины не совместимы. Что реалист пишет то, что есть, а то, что было, надо выдумывать. Поэтому никакой реалистической, исторической живописи не только нет, но и вообще и быть не может. Тем не менее, Дега написал несколько исторических картин, одна из них даже попала в салон. Тем не менее, там есть нечто, что, безусловно, отличает Дега от принятой в то время исторической живописи академического толка. А дальше начинается Дега встречается с Эдуардом Мане, а Эдуард Мане сводит его с молодыми людьми, которым предстоит стать импрессионистом. И начинается дружба, хотя Дега остается все-таки очень самостоятельной личностью, очень самостоятельным художником. Безусловно, дружба с будущими импрессионистами отразилась на его творчестве уже в 60-е годы. Это безусловно, но тем не менее, он как бы и сам по себе. В дальнейшем он с импрессионистами выступает с самого начала с знаменитой первой выставки 1974 года и затем участвует во всех выставках, кроме предпоследней. Хотя его дружба с импрессионистами часто подвергается испытанию, поскольку у Дега очень сложный характер. раздражительный, вспыльчивый, очень горячий, склонный к одиночеству, чего он в конце концов и добился. Уже в начале 60-х годов он отделяется от семьи, приобретает себе большую квартиру с мастерской в Париже, где он и прожил всю свою жизнь. прожил до самой смерти. Я забыл сказать, что он родился в 1734 году, а жизненный путь его окончился в 1917. Но так или иначе он выставлялся на выставках импрессионистов до конца, до последней выставки. а расхождение, личные расхождения, они наступили позже. В отличие от его друзей, в общем, его чисто бытовая биография складывалась достаточно счастливо, потому что Дега стали довольно рано покупать. И это оказалось ко времени, поскольку после смерти отца выяснилось, что богатства нет, а есть долги и очень большие. Прежде всего Дега отказался от выделенной ему когда-то доли наследства, и все эти деньги пошли на уплату отцовых долгов, что однако не покрыло всей задолженности. И тогда Дега стал продавать свои картины. Почему я говорю стал продавать? Потому что до того с этим были большие трудности со стороны самого художника. по своему характеру Эдгар Дега был то, что называется перфекционист. Он без конца улучшал свои картины. Никогда картина не считалась оконченной. По ходу дела я вам покажу одну картину, которую заказал его знакомый. Это такой портрет картины. И знакомый в один прекрасный день эту картину просто унес из мастерской и увез в другой город. Таким образом он заставил Дега ее окончить. Иначе он еще что-нибудь там добавлял. Естественно, что такое отношение к собственной живописи препятствовало продаже этих картин. Потому что Дега никогда не считал их готовыми и не закончили. Но наступил момент, когда все-таки пришлось продавать и в общем в этом смысле Дега был успешен. Чтобы закончить с коммерческой темой в его жизнеописании я только укажу, что поздний знаменитый Дега вообще перестал выставлять свои картины на выставках. А он их продавал через посредников богатым заказчикам и богатым покупателям. В этом смысле он материально себя обеспечил. Все оказалось в порядке. Что касается его собственно художественной карьеры. В 1870 году как мы помним разразилась франко-прусская война. И Дега пошел в армию добровольцев. И его взяли в пехоту. И когда его взяли в пехоту оказалось у него плохой правый глаз и он не может прицельно стрелить. Глаз нездоров. Так что его перевели в артиллерию где он и до 1971 года до демобилизации и пробыл. Это был вот такой очень грозный для художника сигнал. И действительно со временем зрение у Дега стало ухудшаться. Это видно и в его творчестве, поскольку он стал меньше работать маслом и все больше и больше отдавал предпочтение пастели. Я потом скажу что это такое если кто затрудняется. И сама колористическая гамма его картин несколько изменилась. Это было все связано с тем что зрение ухудшалось и ему требовались просто другие техники и другие приемы для того чтобы заканчивать картину. В конце концов он почти совсем ослеп. И последние годы прожил в одиночестве практически слепым. Писать уже не мог но еще лепил. Отсюда ныне знаменитые скульптуры Дега их не очень много но это вещи которые в свою очередь заслуживают заслуживают всяческой славы и признания он их лепил почти на мощь потому что уже почти ничего не было. Ну и заключение я отвечу на невысказанный вопрос который я ощущаю как излучается из аудитории никогда не был жена не имел семьи и поскольку он был вообще человеком скрытным и очень ценил неприкосновенно своей личной жизни очень аристократически ценил как хорошо быть знаменитым неизвестным говорил и вот эта знаменитая неизвестность он соблюдал очень тщательно и поэтому о его личной жизни вообще очень мало знает и по делам нам не в этом дело ну вот таковы некоторые главные вещи биографии этого мастера а теперь давайте поговорим о его творчестве я сказал что он начинает и пытается выставить прежде всего исторические картины картины исторические сюжеты то есть забирается в самое что ни на есть логово академизма тем не менее то что он делает из этого исторического жанра совершенно не похоже на академические картины тем более что это 60-е годы это поздний академизм даже не Энгровский я кое-что показывал из этих напыщенных сцен из древнеримской жизни или как выражался один герой Куприна как жили древнеримские греки ничего похожего на эти иногда виртуозно сделанные но в общем пустые и нарядные сцены из древнеримской или греко древнеримской жизни ничего похожего не найдем вот одна из первых его картин она представляет царицу Семирамиду легендарную вавилонскую царицу которая строит Вавилон ну это Семирамида такая легендарная фигура она фигурирует в Библии где упоминаются всевозможные чрезвычайно потрясающие воображения картины висячих садов которые она устроила в своем дворце в Вавилоне в древнем Вавилоне правда археологи уже в XIX веке эти висячие сады Семирамиды нашли они были подвешены в фигуральном смысле а именно они были насыпаны на естественно на горизонтальных поверхностях которые опирались на систему арок то есть на арки накладывалось каменный пол на этот каменный пол насыпалась почва она на почве уже известно что растет то что посадите то растет так что остатки висячих садов Семирамиды оказались не просто мифом они оказались исторической реальностью благодаря археологическим разысканием в в древнем Вавилоне но в общем конечно Дега не собирался вообще воскрешать картину древнего Вавилона а его интересовала просто группа людей во главе с царицей на фоне уходящей неопределенной вот такой вот вибрирующей хочется сказать в импрессионистической атмосфере вибрирующей картине стройки где-то вздымаются вертикали столбов опор будущего города или уже существующего города они теряются вдали в дымке все это скорее вспыхивающие пятна света и на первом плане группа сопровождающих царицу и наконец сама царица которая созерцает возникающий на ее глазах гигантский город столицу империи если можно так выразиться что касается этой группировки то она скорее напоминает некоторые классические группы итальянских мастеров эпохи возрождения нежели классические исторические сцены еще более неожиданной и самопытной оказалась другая картина дега на историческую тему вот это спартанские девушки вызывают на соревнования юноши провоцируют дега отсылает нас в древнюю спарту где как известно вообще физическая подготовка граждан имела огромное значение спарта была военизированным государством и и девушки и парни с юных лет занимались разными видами спорта физических упражнений каждый из них должен был быть готов стать воином и каждый спартанец таковым был известно что этих будущих воинов закаляли и физически и духовно и каждый спартанский юноша чтобы доказать что он готов уже стать воином по достижении определенного возраста должен был убить человека ну человека не человека у них это не считалось за людей надо было убить и лота это нечто вроде раба но таких страстей конечно Дега не писал вообще такое было ему чуждо а вот что касается спартанского спорта тут даже такая игра слов вот то он представил как оказалось бы в классицистическом стиле обнаженные или полу обнаженные тела да правильно молодец так полагается представить обнаженную натуру показать как-то уменьшили собак вот но только он снабдил этих спартанцев совершенно неожиданно лицами лицами парижских мальчишек с улицы и девчонок так современный реализм пробил сквозь мифологический сюжет почти что исторический сюжет к тому же он позволил себе незатейливый мизаж уходящий в глубину с группой взрослых эта картина имела известный успех Борис Масеевич а правда что спартанцы немощных детей новорожденных бросали в древности да такие сведения есть там были очень суровые правила древней спартии в дальнейшем однако Дега вместе с настроениями времени от исторического жанра отказался полностью и перешел к другим жанрам среди них картины которые безусловно навеяны навеяны реалистическими настроениями 50-х 60-х годов потом даже Дега назовут живописцем прачек и балерин ну еще и лошади вот правда мы дальше увидим что прачки в конце концов уступили балеринами лошадян отступили на второй план но тем не менее это тоже своего рода визитная карточка визитная карточка живописи Дега очень интересно построенная картина во первых совершенно обыденная сцена ничего возвышенного ничего завлекательного никакого драматического сюжета никакой драматургии вообще нет а есть просто взятые вот так казалось бы с натуры две женщины из которых одна гладит белье с видимым усилием опираясь на этот утюг почти всем своим весом частично весом своей фигуры вот и вторая чья функция сейчас была в том чтобы побрызгать это белье ну и она позволила себе потянуться и зернуть совершенно неэстетично невозвышенно а чрезвычайно обыденно если тут есть что-нибудь возвышенное в этой картине то это ее колорит это ее живопись вот это молодой дегат это очень красиво и вот это пятно косынки которая у нее на плечах ее отношение к поверхности одежды второй прачки и отношение к фону но причем обратите внимание палитра гораздо светлее и хочется сказать радостнее чем в классистической живописи и даже у Курбе в этом смысле он ближе к импрессионизму но импрессионистической техники импрессионистического мозга нету он к этому не прибегает и не будет прибегать это мы увидим дальше другая сцена которая перекликается с импрессионизмом главным образом своим сюжетом это импрессионисты сказали мы будем писать то что делается сегодня на улицах в кафе в кафе шантанах в парках парижа мы будем писать современную жизнь как она есть ну вот в кафе двое сидят и пьют абсенс корзина так и называется абсенс испятой мужик который курит сигаретку а трубку да и дама перед рюмкой этой самой ядовитой жидкости и здесь ДГА делает заявку на то чтобы быть не банальным изобразителем даже бытовой сцены а художником который имеет свой угол зрения в буквальном смысле слова ну и известно что он писал этих людей не в кафе ему позировали это профессиональная натурщица это тоже в общем известное лицо его приятель но тем не менее сцена выглядит как бы подсмотренной в жизни как бы случайно подсмотренной в жизни это я особенно подчеркиваю потому что это очень характерно для ДГА и это акцентировано построением композиции обратите внимание что два главных персонажа сидят сбоку классически полагалось бы их посадить в середину но ДГА начинает играть с главными компонентами вообще живописной композиции все более и более смело и в данном случае он сдвигает главную пару в угол так что мужчина почти что обрез чуть-чуть таким образом создается ощущение мгновенности ситуации случайно наблюденного вырванного из поля зрения вырванное из поля зрения сцену в те же годы я имею ввиду 60-е годы когда имя и талант имя становится начинает звучать и талант зреет в 60-е годы ДГА пишет много портретов он и позже писал портреты но лучше остановимся на этих а потом я покажу с чем при этом помимо индивидуальных портретов ДГА много пишет групповые портреты вот так которые надо называть именно так оно и есть это портреты картины но к девчим персонажам портрет что гораздо сложнее нежели просто написать индивидуальный портрет потому что эту картину надо специально и особым образом выстроить эта картина воркес ближай ДГА с той страной в которой мы сегодня находимся она написана в Орлеане дело в том что в Орлеане была родня у семейства ДГА в Орлеане была родня и ДГА в ходе своих путешествий а он путешествовал много особенно много он ездил по Италии конечно где тоже была родня но родственники были и в Орлеане они там торговали хрупко мне как казалось вообще весь Орлеан торговал хрупко и на этом зиждилось его богатство в том числе его дядя и двоих кузены они тоже были причастны к этому делу и ДГА посетив Соединенные Штаты и побывав в Орлеане повидавшись родными запечатлел их прямо на хлопковой бирже нового Орлеана это все портрет это дядюшка это там какие-то еще братья вот эти двое к торговле хлопком не причастны они промышляли чем-то другим и поэтому они тут присутствуют в этой стене в качестве бездельников один читает газету сунув папироску в угол рта второй просто совершает что тут делается а деловые люди деловые люди заняты делом естественно каждый свой очень характерна фигура на первом плане дядюшки который как видите проверяет качество хлопка разнимая хлопковую вату руками он внимательный критически смотрит какой мы имеем товар вот здесь их целая хлопка целая кучка на столе короче говоря хлопковая биржа занята бурной деятельностью а вместе с тем это групповой портрет и надо сказать что ДК блестяще просто построил этот групповой портрет расставил фигуры в пространстве заставил их жить естественной жизнью создал определенную ритмику основных вертикальных фигур и соединяющих элементов все это очень профессионально и очень интересно построено ну а кроме того подобно любителям абсента картина выглядит законченной в себе с одной стороны цельной а с другой стороны вот этот элемент как бы случайности элемент быстрого взора выхватывающего из потока жизни фрагмент это все таки есть вот обратите внимание на правую часть которая как бы говорит нам что продолжение исследования что некая непрерывность континуальность жизни и континуальность пространства она существует картина это законченный в себе мир и вместе с тем мир открыт совершенно иначе построена но в принципе исходит из той же идеи еще одна картина портрет эта картина заказана была вот этим музыкантом другом семьи Дега и Эдгар Дега написал этот групповой портрет поместив главный персонаж еще целую группу музыкантов музыцирующих вырезав это как будто снова вырезав это из большой оркестровой группы музыкантов конечно здесь допущена некоторая условность потому что в чем ошибка кто скажет не может быть здесь скрипка сидит балерина о которых мы поговорим еще отдельно и о балеринах яна и гад они сидят в оркестровой яне это оперная оркестр это это картина утащили да или на эту и утащили правильно а впечатление такое что они не сидят впечатление что они стоят и даже как бы в движении почему нет 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 стоит только контрабасист которому и полагается стоять а эти сидят попробуйте простоять спектакль ну да но почему-то впечатление действительно такое что они не сидят 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 ну и наконец мы добираемся до одной самых знаменитых уже картин портретного жанра смелого дека взлелого простите зрелого дека кстати он эти картины называл так чтобы они звучали как картина а не как портрет так что предыдущие называется оркестр а это очень известная картина называется площадь согласия это действительно площадь согласия вот здесь фрагмент знаменитого дворца планкирующего площадь дальше улица и дворей ну в общем это портрет портрет виконта липика вот он с сигаретой и два двух дочерей такой заматериалый аристократ с несколько брезгливым выражением лица модный парижанин полный достоинства прогуливаясь на знаменитой площади с ним две девочки его дочки породистая дорогая собака а картина называется по-нас конкорд не случайно потому что собственно площадь в центре пространство площади уходящие в глубину плоскость уходящие в глубину пространство вот собственно что доминирует а самого липика он поставил в угол вот тот же прием открытый в обе стороны композиции слева в картину входит некий пешеход опирающийся на пампу а сам липик сдвинутый вправо пойти до предела возможно он сейчас вот-вот выйдет за пределы картины это Дега конечно у других импрессионистов тоже бывали композиционные прорывы похожие но никто так решительно не перестраивал вообще самую идею картинных композиций как это делал Эдгард и вот замечательный пример впрочем мы увидим еще и другие конечно кроме картин портретов у Дега есть еще и портреты взятые так сказать много я покажу один из них вот этот замечательный портрет молодой женщин неизвестный впрочем по имени совершенно очаровательный портрет выдержанный надо сказать в высочайших классических традициях французского искусства французской живописи вот здесь где ничто не затемняет собственно портретного решения собственно пластики выражения этого лица вот тут мы видим что Дега действительно в тайне внутри последователь великого Энгра с его стремлением к классической ясности четкости к классическому рисунку то есть очень точному ощущению вообще пластической формы более того в этом портрете можно увидеть и более глубокую национальную традицию французской живописной культуры восходящей к ее дальним истокам и я решусь поставить рядом с этим портретом портреты 16 века портреты французского возрождения позднего вот посмотрите конечно это другая живопись это другой способ писать но тем не менее мне кажется что перекличка это Жан-Франсуа Клуэ крупнейший мастер французского портрета второй половины середины второй половины 16-го столетий вот вот еще один его портрет только очень большой вот вот это вот классическая французская ясность чистота точность рисунка которые есть у мастеров 16-го века замечательных мастеров французского портрета вот они в неком тайном преломленном виде все-таки скрываются в таких портретах дыга в этом смысле он соединяет новаторство с глубоким чувством традиции своей живописи и этот портрет тому доказательство впоследствии как мы знаем у дыга откристаллизовались его совершенно любимые сюжеты которые он трактовал и варьировал с необычайной последовательностью и с необычайной требованностью один из них собственно это три темы не считая брач одна из них это скачки и лошади вторая это балерина и третья это обнаженная женская тема во всех трех в этих областях он поступал и как замечательный мастер и как безусловный новатор скачки он никогда не изображал вот этот мастер скачек никогда не писал скачки он писал либо перед скачками либо после скачки вообще конечно героями этих картин были лошади лошади но и жокеи и заодно вообще все присутствующие все любители скачут лошади она обожала в этом смысле у него был во Франции великий предшественник это был Жирико как Жирико был помешан на лошадях так и стой только разница что Жирико на них скакал пока не погиб одни же а Дега любила как бы сказать более платонической любови живой кисц ну вот замечательный пример того как надо строить композицию по Дега казалось бы в центре должны быть скачки ничего подобного вот они там разгоняют лошади два жакеи а третий вообще сидит на коне и смотрит и конь повернут к нам совершенно задом здесь еще несколько обсадников тут на бричке сидит любитель состязаний почти несколько обрезанный второго колеса нету и даже части его туловища отсутствует а главная группа как это выдуман Дега а главная группа сдвинута из центра вбок и устремлена очень динамично по диагонали вон и за пределы картины и за пределы переднего среза и за пределы боковой посередины в смысле да а почему на одну лошадь срезал морду и срезал почти совсем а вторая лошадь уперлась мордой в край картины но она не совсем уперлась вот где кончается ее морда а вот потому что жизнь продолжается за пределы картины потому что рама есть и вместе с тем рамы нет потому что это как бы мгновенное впечатление вот блуждающий взор художника движется по этому пространству по жизненному пространству скажем так и он выхватывает какую-то его часть напоминая нам о текучести и непрерывности всего остального у Дега это проведено с особой последовательностью хотя мы найдем у него композиции более спокойные но тем не менее вот эта композиционная свобода это его визитная карточка это одно из свойств его жизни вот так изображал скачки Жиряко я специально поставил эту картину знаменитую картину Жиряко рядом для того чтобы мы могли воочию убедиться в том как можно написать скачки как скачки а как можно написать скачки как вот случайно увиденный момент этой самой жизни и подроби у нас знаменитая картина Жиряко написана в Англии скачки в Эпсоне где главное конечно это стремительный полет четырех коней с всадниками специалисты говорят что Жиряко это все выдумал то есть он конечно был в Эпсоне наблюдал скачки и лошадей писал совершенно великолепно но говорят что вот такой позиции когда все четыре лошади летят не касаясь земли вы видите да что это вообще невозможно что такого с лошадьми не бывает ну мало ничего не бывает вообще в жизни но бывает в живописи зато в этой картине вот это ощущение стремительной скачки полета еще замечательно поставлен вот этот столбик который уходя за пределы картины составляет нас почувствовать что они стремятся еще быстрее так вот ничего подобного у Дега вы не найдете ни в предыдущей картине ни в последующей а у него будет вот так кто-то разогревает лошадь там в глубине замечательно написано свободно написанная толпа на первом плане один жокей другой жокей свободный кон как всегда у Дега центр тяжести композиции сдвинут вправо жизнь гипподрома жизнь скачет а не собственно скачет вот еще тот и подход на минутку вернемся еще к скачкам как видите картины я сказал что Дега не любил писать под открытым небом и вообще пейзаж любимый главный центральный жанр вообще всей живописи импрессионистов пейзаж вам мало интересовал тем не менее эти картины написаны на фоне пейзажа но пейзаж написан пейзажа так как его видит и пишет Дега импрессионистической фактуры нету вот этой дробной чарующей вот этой дробной мелкой фактуры разноцветных пятнышек черточек стрижков которыми играет импрессионистическая картина этого нету есть широкие движения кисти когда он сразу проходит вот так насыщенный напитанной кистью краской кистью и рисует сразу плоскость вдали это совершенно другой живописный прием в этом смысле в этом смысле Дегами импрессионист а вот в том что он вместе с ними хочет передать мгновенные впечатления современной жизни в ее обычных проявлениях рядовых поэтому он с ними занял ну и наконец балерина балерина это его страсть поймите меня правильно балерина его страсть как объект созерцания как предмет живописного воспроизведения как вдохновитель бесконечных вариаций на эту тему во первых Дега всю жизнь был великолепным рисоватчиком я потом покажу его рисунок вот и вот эта тема рисунок как нарисовать женское тело еще в таких разных сложных позах аттитюдах как они это называют выполнение того или иного арабесского упражнения само по себе было для него необычайно интересно и было предметом многих можно сказать зрительных визуальных наслаждений кроме того это еще и полуобнаженные телы замечательные воздушные пачки которые одеты балерин и наконец игра света которая создает главное волшебство вообще этих картин все вместе включая даже комические моменты все это безумно увлекает Дега и так возникает знаменитый цикл его балетных картин вот одна из них вот тут вы видите как происходит эта репетиция в то время как несколько девушек внимательно и покорно можно сказать послушно глядя на варитмистера делают некое движение другие отдыхают смотрят или не смотрят разминаются в этом смысле Дега был совершенно неисчерпаемый изобретатель он все это подсмотрел говорят что зрительная память у него была совершенно феноменальна ему не надо было сидеть там и рисовать на месте ему достаточно было смотреть и все это где-то откладывалось там на экране зрительной памяти так что потом в мастерской ему не трудно было все это разнообразие пост движений характеров все это воспроизвести на холсте организовав это своеобразную картину что я выставку еще не видел это очень известная картина вот еще одна кто-то говоря о этом великом цикле Дега писал о том что Дега изображал пролетариев балета ну действительно это балетный труд мы видим как они работают как они устают как они отдыхают кто-то поправляет балетные тапочки кто-то попробует кто-то отдыхает кто-то еще раз испытывает все устойки скрипачем наигрывает вообще конечно это не очень хорошо что скрипач надо на фортепиано потому что скрипач в лаганском тоже скрипач или легат например нет бывают скрипач дега не выдумал но конечно фортепиано с его ударным звуком дает четкий ритм а на скрипке этот четкий ритм труднее выдержать труднее поймать но замечательная совершенно композиционная свобода каждый раз новое расположение групп удивительно как подсмотренные движения позы артикуляция вообще тела все это дега знал на зубок и прекрасно представлен но тут маленький секрет вероятно что они ему позировали тоже ну вообще известно что память зрительная память была изумительной фотографической вот еще одна репетиция обратите внимание что подобно тому как он никогда не пишет реальные скачки он почти никогда не пишет балетное представление это действительно в своем роде пролетариат занятый тяжелым своим темным черновым трудом но какой красивый пролетариат как это все по-своему поэтично обаятельно пластично вы говорили что он не любил женщин в прошлом занятии но по его фактически этого не скажешь дорогой можно любить глазами я сегодня уточнил что не любил женщин это неправильно сказано неужели я так сказал не было не было такого не было не было как-то деформировали мое высказывание он сказал ничего не знает о его земных так сказать любовях об этом не знаем может и любил но танцора он никогда не рисовал нет танцора мужчин да а тогда еще не было только балерин он только после декеля появился а что одни женщины танцуют нет тогда мужчин для поддержки партии практически не было как он действует Марк чего вы хотите я не знаю просто по картинам видно что он что он любил женщин а в прошлый раз сказали что он не любил во первых я не сказал что не любил я не знаю и слава богу вот наслаждайтесь живописью пожалуйста потому что если он любил то он любил глазами и замечательно это передал в своих картинах я надеюсь что он что он любил женщин а что он любил лошадей ничего он любил он любил женщин ваше да это очень дельное замечание кстати к женщинам до женщин мы еще доберемся погодите еще он любил все что да тогда я все он любил все что движет ладно остальное так вот я прошу вас отмечать каждый раз насколько разнообразны и изобретательны были композиционные идеи дегалжи каждый раз по-иному компонуют эти сцены это не только изображение это еще построенный в целом мир картины с необычайно интересными для своего времени революционными композиционными идеями вот давайте еще раз вернемся вот скажем такое сравнительно спокойное построение где очень густо населена это еще зеркала населена вот эта левая часть картины постепенно разрежена правая один подход вот эта вот лестница винтовая которая спускается на первом плане придает этой картине необычайную композиционную остроту вот это движение ленты спирали и ножки которые отсюда спускаются обратите внимание можно ее увеличить да конечно просвечиваю там две девушки вот потом пальчика и ножки балерины закрытые вот эти сомнестерали и здесь ножки спускающиеся отрезанные это все дыган потом после этой мощной кривой вот легкий воздушный полет этих фигурок которые дают сильное движение в эту сторону и оно в конце концов останавливается в этой мощной группе каждый раз другая композиционная идея и каждый раз по-своему оригинальная а здесь он вообще сверху откуда-то из высокой ложи посмотрел на эту приму балерину и еще что его особенно привлекло здесь это конечно освещение снизу отрам сильное освещение отрам которое дает вот это замечательные затененные глаза затененная верхняя часть лица и сияющая шея и нет этому конца причем вот такие вещи это уже чистый фантаз я должен добавить что это уже не масляная живопись а это пастель все представляют себе что это такое за техника или надо что-то описать ну пастель вообще это рисование такими мягкими науками цветными красящее вещество то есть собственно пигмент красящий порошок там соединяется так что получаются вот такие вот мелкие вы берете в руки и они оставляют вот такой мягкий живописный след на шероховатой поверхности можно и на холсте а часто на бумаге пастель была изобретена как техника сравнительно давно и была чрезвычайно популярна в 18 веке кто помнит наши встречи в 18 веке там замечательные мастера Лиотаж скажем были замечательные мастера пастелью Шарден поздний работал пастелью тоже между прочим когда у него зрение стало портиться он перешел на пастель там были замечательные женщины портретистки которые работали в этой технике а в 19 веке она как-то увяла и к пастели прибегали мало Дега вернулся к пастели возможно потому что зрение ослабело пастелью легче было работать при слабеющем зрении а кроме того он еще изобрел свою технику пастели он делал мелки он долго экспериментировал и делал свои мелки по определенному рецепту это не классическая пастель и вот этими мелками все больше и больше он во второй половине жизни увлекался и значительная часть его вещей написана в этой технике ну вот здесь при таком увеличении сразу видно чем пастель отличается от масляной живописи ну маслом можно добиться различных фактурных эффектов но вот это и по колориту своему и по тому как пастель оставляет следно шероховатой поверхности вот видите как она зацепляется за неровности бумаги неровности хвоста оставляя след и наконец как она позволяет рисовать вот он рисует обводит контурами очень четко основные формы вот это все очевидно пастельная техника конечно это уже чистое сочинение павелина вот так вот на пейзаже никогда не танцуют это он придумал здесь изобразил некую фантазию причем замечательной игрой еще раз повторяю ДК замечательный рисованный кроме всего прочего и он использует свою способность рисовать не только для того чтобы передать очень четко пластическую форму но и для того чтобы заставить контур быть одним из важнейших формообразующих элементов картины потому что в этой картине скажем контур конкурирует с цветовыми пятнами по своей экспрессии по своей выразительной функции необычайно важно какова музыкальная ритмика вот этих повторяющихся или встречающихся плетеных ритм это своего рода уже декоративный узор который образует для глаза самостоятельную ценность и пастель конечно поможет но я немножко увеличил эта вещь конечно меньше поэтому зерно получается тут очень крупным но ну а то что балерина вскакивает из-за граммы это уже об этом уже и говорить не стоит вот еще одна такая пастель это уже все фантазии балетные фантазии позднего дега которые становятся все более и более экспрессивными и все более и более условными иначе говоря вот эта игра линии пятен все больше приближается к абстрактной композиции она никогда не достигает конечно этого предела но она как бы ведет именно туда это тоже дега это не дега прошу не заблуждаться это еще одна тема которая проходит насквозь через все творчество мастеров это обнаженная обнаженная женская фигура для начала я показываю как полагалось это писание это для того времени знаменитый славный прославленный на всех салонах представленный художник один из поздних классицистов имя нарицательное просто кабанель и бугро это самые главные самые яркие представители позднего выхолощенного классицизма и если уже классицист пишет обнаженную женщину то полагается хотя бы вот так это для сравнения стартовая картинка теперь посмотрим как это делает художник дега а такое видали это ванна стояла у него в мастерской потому что она была одними из самых необходимых аксессуаров его бесчисленных рисунков и картин на эту тему никакого украшения вообще фронтально не изображают фигуру тоже фрагмент уловленный фрагмент быта никто не позирует никто себя не представляет а вот женщина вытирает ноги я специально начал с рисунком чтобы показать как великолепно и виртуозно дега вообще рисует но рисует он тоже что пишет и все весь его гигантский цикл вот этих обнаженных женщин выдержан именно в таком сюжетном ключе вот смотрите это естественно постель вы ее уже узнаете моет ноги вот тут миска и та же самая ванна лезет в ванну сейчас будет купаться никакого пафоса если во всех этих картинах в этих листах и холстах есть удивительное обаяние то это обаяние рисунка обаяние живописи безображение самых обыденных самых что ни на есть повседневных и скучных дел в этом смысле дега на 10 лет опережает примерно на 10 лет опережает тон узла трека который будет на свой лад тоже варьировать эти темы вот так картина за картиной пастель за пастель им сейчас нет цены и это тоже конечно революция в жанре который имел такое знаменитое название ню в французской термина все переведено в прозу а проза в свою очередь поэтизирована мастерством я говорил я говорил о том что слепнувший дега чья творческая энергия не укасала в последние годы стал делать скульптуру их немного вот это тоже женские фигуры как правило это балерина и самая знаменитая из них сейчас перед вами она была вылюблена в мягком материале затем отлита из бронзы юбочка на ней юбочная это ткань так это дега называется она 14-летняя балерина с удивительной точностью и вместе с тем необычайно поэтично он лепит это еще угловатая худенькая тело будущей балерины с выдающимися коленками но с уже поставленной ногой с характерным движением закинутой за спину рук с поднятой головкой хотя бы полуслепой человек это делал но сознание было как бы продолжением зрения и продолжением зрительной памяти и поэтому его поздние вот эти бронзовые статуэтки сейчас ценятся я даже не скажу вам как потому что не помню но это десятки миллионов нынешних долларов ну вот собственно столько адыга и я позволю себе на этом закончить разговор об импрессионизме об импрессионистах хотя поминать их я буду еще долго дело в том что импрессионистическая революция назовем это так подняла такую бурю проблем такую бурю вопросов относительно того что такое живопись и как она должна выглядеть что что дальнейший ход событий оказался просто обвален художники о которых я буду говорить дальше стали такими именно потому что был импрессионист какие уроки они взяли у импрессионистов и чему они сопротивлялись что они отвергали вот из этой гремучей смесь появляется то буквально речь идет о годах они современники часто какой-нибудь Сезанн умер за полтора десятка лет до того как умер Дега а Клод Мане еще ходил на похороны Дега как мы помним и Ренуар еще был жив тут начинается невероятно стремительное наступление авангарда в один за другим необычайное ускорение но первотолчок этому ускорению конечно мы можем его искать где угодно очень часто говорят что скажем Курбе был первый авангардист где начало того начала очень трудно сказать потому что процесс непрерывный но тем не менее именно импрессионисты с их идеями с их практикой дали необычайно ускорительный толчок процессу эволюции искусства живописи и вообще искусства заодно не только во Франции но и вообще в Европе но во Франции прежде всего поэтому следующим сюжетом нашим будут те современники фактически современники импрессионистов которые создавали нечто не импрессионистическое в некотором смысле даже анти импрессионистическое и тут возникает одно чрезвычайно любопытное обстоятельство очень любопытное ситуация которая характеризует конец девятнадцатого века и затем как бы сказать конфигурации художественного движения в двадцатом веке то что наступило после импрессионизма не поддается никакому общему названию если с импрессионистами как мы видели есть трудности и иногда мы затрудняемся сказать он принадлежит к импрессионизму или нет или только отчасти находится где-то на рубеже то там они вообще совершенно разные поэтому в классической истории искусства девятнадцатого века следующий этап повторяю не хронологический даже а логический потому что главные герои этого этапа покинули этот мир раньше чем главный герой импрессионизма но логически они были после это следующий шаг и поэтому они такую кличку и получили это пост импрессионизм мы не можем их иначе объединить сказать вы все там скажем символисты или кубисты или еще что нету каждый персонаж о котором я буду говорить это вполне законченная и давляющая себе индивидуальность я их назову просто и тогда станет ясно о чем идет речь это Ван Гог это его друг враг Гоген с которым они были очень дружны в сложных отношениях но голландец Ван Гог и француз Гоген по тому что они делали во что они верили и что они создали они совершенно разные художники ничего похожего даже когда они вот так два светила мгновенно встретились в Варле так что искры полетели кругом и Ван Гог отрезал себе ухо даже в этот момент когда они пишут одну и ту же мы имеем не только две картины мы имеем две модели итак это Ван Гог один это Гоген совершенно другого типа человек совершенно другой биографии даже совершенно другим темпераментом и с другой живопись это Сезан ни на одного из них не похоже это наконец Тулуз Латрек Каждый из них это не просто оригинальная и законченная в себе фигура Каждый из них открывает определенную перспективу определенную перспективу которая затем отзовется в ведущих авангардных начала 20-го века надо сразу сказать что от Ван Гога идет одна линия к авангардам 20-го века именно Ван Гогом вдохновленная от Гогена идет другая от Сезанна идет третья без Сезанна не было бы кубистов Пикассо и Брак не начали в это движение и у того узла трека тоже свой хвост в будущее своя тень в будущее далеко отброшенная А Матис это следующее поколение Матис на них учился Правда там поколение наскакивает друг на друга конечно и Сезанн только умер когда Матис возглавил группу так называемых Дики фавист но тем не менее повторяю эта логика идет очень быстро и фавизм конечно вырастает из пост-импрессионизма и кубизм вырастает из пост-импрессионизма и так далее Борис значит можно задать метавопрос ради Бога обожаю метавопрос в 70-х годах ну пусть скажем сделала скидку на то что я общался с дедатанками и культур первыми а не с настоящими специалистами по искусству мое впечатление было что культ импрессионизма именно в этой среде был гораздо выше чем все что было до этого или после этого это правильное впечатление если есть то какое это мы объясним культур импрессионизма вы имеете среди русских интеллигенов опять же я говорю что эти люди были культур греками и не и не настоящими знатоками искусства настоящие знатоки искусства вообще не в счет потому что в том слое культур греков с которыми я обходил с которыми я общался культур импрессионизма на мой взгляд был выше всего остального почему это было так если вы считаете что это было так ну вы видели поскольку я принадлежу к другому классу и терся среди специалистов как-то то мне собственно вот это пристрастие мало знакомо но я могу бы сказать только свое предположение которое не опирается на социологические и другие исследования и наблюдения а просто вытекает из логики из ну такой из интуиции если угодно дело в том что новации Ван Гога Сезанна Гогена гораздо труднее чем новации импрессионизма импрессионизм в конце концов хотя и не понятый современниками но их глаз уж совсем был на другом воспитывал с этим ничего не сделаешь импрессионисты в общем это легкое счастливое и прекрасное искусство ему обучиться то есть обучиться наслаждаться им в общем не трудно особенно если вы имеете возможность еще встречаться с оригиналами очевидно ваша компания была ему такова вот ну потому что в Пушкинском музее замечательная коллекция в арбитаже великолепная коллекция вот все это просто об оригиналах на глазах в то время как Коген и Пан Го начинает деформировать реальность эти импрессионисты какие они смелые и не есть они нам представляют то что видит глаз наоборот их пафос был в том чтобы как как можно точнее как можно более чувствительно как некий сверхчувствительный инструмент запечатлеть то что глаз видит для этого они и свою технику изобрели и все вот это в конце концов это предел реализма хотя теоретики соцреализма их подносили как могли вот но тем не менее на самом деле импрессионисты хотели одной только правды вот как вижу так пишу чтобы это было как можно ближе к зрительному восприятию а Ван Гог нет как говорится что пардон то пардон но начинается а почему на этом небе пять солнц что это за безобразие такое почему эта церковь вся перекошенная вот такая вот крепа таких церквей не было почему у Гогена ну я еще покажу как Гоген деформирует и стилизует реальность а самый трудный конечно еще это и Сезан с его очень важными для будущего идеями просто это более трудный искусок и вот тот к чему мы приучены а именно сопоставлять картину с тем что видит наш глаз в реальность вот тут начинаются пороги и эти пороги становятся все выше и выше это моя гипотеза но в сию минуту я другого объяснения не нахожу и к тому же это относится не только к вам к вашим там знакомым людям вашего круга это относится сейчас к современному любителю искусства вполне импрессионисты это сейчас именно есть самая любимая в народе и можно понять почему Ван Гог более культовая фигура Ван Гог более культовая фигура чем он по всеми сейчас Ван Гог с подсолнухами ну и вообще просто и с ирисами ну да подсолнух и ирис это пожалуйста вот но церковь вавэре это уже другое дело вот это то о чем мы будем беседовать в ближайших наших встречах и по отношению к импрессионизму и по отношению к будущему и по отношению к самим себе это необычайно интересно и это действительно судьбоносный перелом в истории европейской асс вместе с этим и мировой живописи так что вот об этом мы начнем говорить в следующий раз уже в июне месяца если я не ошибаюсь да окей спасибо спасибо вам спасибо а вот посмотрите тут будет мы поговорили и теперь идите смотрите и смотрите в общем там очень много картинка а вот вы записываете вот это все а что вы так все будете у меня нет ответа на этот вопрос я не знаю дедушка сделай объявление вот про это есть объявление одну секундочку на господа на а не знаю а пожалуйста кто объявляет алка нет ты объявляешь про это аллочка объявите если можете там написано а тут написано а тут написано вот в менла парке аллочка ну разберите сама дорогая вы лучше знаете в субботу и воскресенье в будущем в субботу и воскресенье в менла парке состоится я сказала впервые выставка и скажем мастер-класс то есть художники будут рисовать прямо на улице как это вообще прийти в Европе вот и пожалуйста приходите место очень хорошее очень интересное там музыка там а где это там Кеплер это BBC можно это там где магазин книжный Кеплер и рядом кафе BBC ну вот там где угол Санта-Крус и Эль-Камина ты знаешь это? в смысле BBC знаешь? нет я говорю знаю держи а я не вижу я в том дворе а что дождите походу в другую только другую еще только лен только лен а когда приходить то время не написано четырех с двенадцати до четырех двое два дня на борту его встречи вот я сейчас Спасибо. 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 Марк, затолкайте вот это в шкаф. Вот кто-то. И вот это. А вообще по одному не ходите, Марк. По одному. Марк, еще и сложите, а то я не получаю. Понятно. Вы просите весь список. Постепенно. Не могу ловко снять. Спасибо. Спасибо. Да, сейчас. Не хочется складывать. Не хочется складывать.